Но еще у нас буксует, например, как бы отсутствие целевой региональной программы по развитию и поддержке молодежи предпринимательства, особенно сельской местности. Это такой программы пока нет. Потом, значит, ну да, вот мало кто занимается молодежи предпринимательства. Что значит молодежи предпринимательства? Это студенты вот уходят, выпускаются, да, и они практически не устраиваются, ищут какие-то бедняжки, значит, место свое не могут найти. Если по блату где-то их не устроить, да, ну, надо же, так сказать, еще в студенческие годы, вот, например, мы хотим, кстати, этим заняться сейчас в рамках ассоциации, да, значит, еще пока он студент 5 курса или 4, да, уже с ним заниматься, их немножко обучать предпринимательству, понимание давать, что такое, чтобы он понимал, нужно ему или не нужно, чтобы он уже, чтобы могли его, так сказать, наши предприниматели, особенно в рамках ассоциации, мы сейчас вопросы рассматриваем, да, чтобы он, пусть бесплатно, но какие-то стажировки какую-то проходил, например, 2-3 месяца, допустим, вот, чтобы он вникал. Если не будешь крутиться в этой атмосфере, он не вникнет, и он все равно нужен вникнуть, значит, около руководителя покрутиться, там, как помощник, потом, значит, возможно, и руководитель оставит его у себя, да. Мы, кстати, сейчас вот хотим этим заняться, у нас при ассоциации, сейчас ведь вот есть один очень мощный проект, мы создали межрегиональный центр содействия развитию предпринимательства, вот, и в этом центре у нас будут все практические услуги и все направления, которые продвигает малый среди бизнес. Здесь будет на коммерческой основе, понятно, потому что это не бюджетная организация, у нас нет бюджета, вот, но на лояльных условиях, так сказать, вот, ну, все равно ищут же люди, где бы приткнуться, где бы получить образование, где бы проконсультироваться. Хоть консалтинговых компаний много, но вот мы хотим заниматься этим тоже профессионально, сейчас в рамках ассоциации, да. Вот, но если говорить о Татарстане, вот это я отметил, да, на бумаге, значит, что именно происходит в Татарстане? Нечеткое выполнение или вообще невыполнение законов и постановлений правительства Российской Федерации, Республики Татарстан, протоколов, особенно встреч президента Республики Татарстан, вот, нечеткое выполнение или вообще невыполнение. Это тоже происходит. Зажим конкуренции, я уже говорил об этом, да, и попытка рейдерских захватов, особенно это касается Казани, в особо привлекательных направлениях бизнеса, вот. Постоянно борьба достаточно многих предпринимателей за свои права, то есть бюрократия, чиновничий произвол. Даже в судах, значит, предприниматель четко знает, юрист, кстати, уже подкованный, четко знает, что он должен выиграть, выигрывают чиновники, вот. Это тоже проблема. На сегодняшний день некоммерческие общественные объединения, вот, например, как наш предприниматель, да, не особо чувствует себя партнерами государственных и муниципальных органов власти, вот. Часто некоторые представители государственных и муниципальных органов воспринимают подобное объединение, наоборот, как оппозицию. А мы же хотим дружить, наоборот, и мы хотим подсказывать, мы хотим, да, а вот пока не очень-то это нужно. Ну, тут, наверное, проблем еще много, вот, поэтому я некоторые высказал, да.